Сейчас ей 57 и выглядит наша героиня намного лучше своих ровесниц. Она стала отдушиной Игорю Ливанову, который потерял в страшной железнодорожной катастрофе любимую жену и восьмилетнюю дочь. Родила единственного сына и ушла от мужа к юному Сергею Безрукову. Однако молодой супруг завел на стороне двух внебрачных детей, а затем и вовсе женился на другой. Как сложилась непростая судьба Ирины Безруковой. Она родилась в Ростове-на-Дону. Отец спил, а мать умерла от опухоли в мозге, когда маленькой Ире было только 11. Так что воспитанием будущей актрисы занималась бабушка. В 24 года Ирина Бахтура стала супругой Игоря Ливанова. Артист только что потерял в ужасной катастрофе жену и маленькую дочь. В Каменск-Шахтинском поезд на огромной скорости врезался в стоявший на платформе состав, в котором спали люди. Жена Татьяна и дочь первоклассница Ольга не выжили. Но еще не одну трагедию предстояло пережить в своей жизни Игорю Ливанову. Его вторая супруга Ирина через 11 лет брака ушла к молодому и перспективному актеру Сергею Безрукову. А вскоре Ливанов потерял и сына. В этом году Игорю Ливанову исполнится 70, и сейчас его жизнь бьет ключом. Он женился в третий раз и воспитывает двух сыновей. Супруга Ольга на 25 лет его моложе. Старшему сыну Тимофею уже 15, а младшему Илье только 7. А вот наша героиня осталась одна. Предав одного мужа, она пережила предательство другого. От Ливанова Ирина родила сына, но он в возрасте 25 лет скоропостижно скончался у себя дома. А Сергей Безруков оставил жену в этот сложный для нее момент. Он ушел к режиссеру Анне Матисонс, который сейчас воспитывает троих детей. Да и во время брака с Ириной у Сергея появилось двое ребятишек на стороне. Во время съемок Есенина у Безрукова завязались отношения с молоденькой актрисой Кристиной Смирновой. А она и родила ему двоих детей. Девушка надеялась рано или поздно стать законной супругой знаменитого артиста. Но вовремя поняла, что этого не произойдет. Знала ли Ирина, что у Сергея есть внебрачные дети? И прикрывала ли его похождения или нет? Этого нам достоверно неизвестно. Но детей от Безрукова она так и не родила, а сейчас и вовсе осталась одна. А как вы считаете, предав однажды, нужно ли ждать, что предадут рано или поздно тебя?